Железо-железо острит, а человек изощряет взгляд друга своего. Ну, понятно, что по своим, так сказать, обязанностям и статусу в семье, самое главное, кем мы должны быть, как муж и жена, самое главное, мы должны быть друзьями, муж и жена. И вот тут написано, чтобы помочь своему другу стать лучше, должно происходить такое же трение в наших отношениях, как происходит, когда железо-железо острит. А как железо-застрять железо? Что происходит? Что происходит? Вот крутится этот шлифовальный круг с большой скоростью, и мы начинаем точить нож. Происходит, искры летят, еще, мужчины, что происходит? Трение, ну что, просто трение, что это значит? Виск, да, какой-то, противный звук такой, еще. Ну что, уходит часть поверхности. Ну, часть стачивается, да, еще. Углы какие-то. Острит. Ну, острит, да, часть стачивается. То есть искры, звук, неприятность, точка идет. Нагрев, нагрев, температура повышается. Ну вот, в принципе... Счетчик крутит. Счетчик крутит. Да, да, да. Поэтому, почему мы так боимся выяснения отношений в семье? Ведь только так мы можем помочь друг другу стать лучше. Я не говорю сейчас о том, что надо хвататься там за скалку, за сковородку. Что надо езжать, кричать. Езжать, кричать, повышать температуру, и чтобы быстро летели, да? Но это нужно все направлять в нужные русла. Но не нужно этого бояться, потому что только так мы можем изощрить взгляд друг друга. Стать лучше. И мы будем подробнее об этом говорить. Об этом и будем говорить на лекции о конфликтах. И вот дальше написано, посмотрите, что каждый из нас имеет естественные недостатки. То есть если кто-то может быть нетерпеливый, нерешительный, некоммуникабельный, мягкотелый. Но вот обратите внимание, что мы недостатки распределили как бы противоположности. Почему мы это сделаем? Потому что существует такой психологический закон. Меня в моем собеседнике или супруге раздражает недостаток, который противоположен моему собственному. Вот это свойство недостатков. Если меня раздражает, что моя жена слишком вседозволяющая, то это я слишком нетерпеливый. Если меня в моем муже раздражает, что он какой-то нерешительный, слишком долго обдумывает все, значит у меня есть противоположный недостаток. Я слишком импульсивная. Если меня раздражает в жене, что она слишком разговорчивая, болтушка, то это я слишком некоммуникабельный. Если я считаю, что у меня мой муж какой-то весь заорганизованный, то значит это я неорганизованный, если меня в нем это раздражает. То есть, ну опять хотим сказать, здесь мы говорим о недостатках. Не о застоицу. И здесь мы не говорим, да, не о таких там конкретных грехах, когда человек переживает из-за того, что, скажем, жена блудит, или там муж тоже блудит. Если я такой святой, получается мой муж такой весь из себя греховный. То есть мы не об этом сейчас говорим, мы не говорим о грехах, мы говорим о недостатках. И мы говорим именно о том, о чем говорил, помните, Иисус Христос, что если вы увидели там соринку в глазе брата своего, прежде чем ее вынимать... То есть вот эту вот вещь надо для себя понять. Что если вас что-то раздражает другому, на себя посмотрите. У вас что-то противоположное. Ну и наши недостатки имеют высшее назначение супружеской жизни, потому что благодаря им мы учимся... Мы нуждаемся друг в друге. Мы дополняем друг друга. Мы укрепляем друг друга. И мы учимся доверять Богу. Ну и есть духовные препятствия. И духовные препятствия, вот очень хорошо сказано у Исаии. Что все мы совратились и каждый на свою дорогу. Вот представьте себе, мы два таких совратившихся в ходе супружества. Да? И духовные препятствия говорят о том, что если мы начинаем отвергать своего супруга любым образом, как бы это ни происходило, мы в первую очередь отвергаем Бога, его заботу о нас. Ну что это значит? Вот такой простой пример. Выбирайте подарок для своего друга, для подруги. Пошли в какой-то супермаркет, самый крутой, самый насыщенный. Долго ходили, выбирали, вот это понравится или это. А может вот это купить. А по деньгам, наверное, лучше вот это. И вот ходите, выбираете, выбираете. Ну что купить? Что? О, вот оно. Покупаем. Все, берем. Купили подарок. Завернули в какой-то вот этот целлофан прекрасный, красивый, мастящий. Бантик повесил. Бантик сверху такой. Приходите к нему домой, звоните в дверь. Дзынь. Он открывает твоему друг, подруга, подарок вот тебе. Днем рождения, там, завелаем здоровье, счастье, там, люби Бога, люби жену, детей. В общем, будь, вот тебе подарок, му-му-му, все, поздравляем. Он довольный такой, открывает подарок, открывает и говорит, что ты мне принес? Мне это надо? Комкает этот подарок и у вас на глазах этот подарок выбрасывает в мусорную корзину. Скажите, это он подарок выбросил в мусорную корзину или вас туда вместе с подарком выбросил? Нас туда вместе. Вы представляете, Бог сделал замечательный подарок каждому из нас. Это подарок, который подходит только нам. подарок мужа-жена. Он нам подарил друг друга. А мы? А мы начинаем говорить. Господи, ты что-то мне не то подсунул. Господи, вот ты посмотрите вообще, какой я ношу крест. 23 года такой крест. А куда деваться? Я христианка. Она такая вся из себя духовная. Тут все лекции читают, семинары проводят. Я вам сейчас про нее такое расскажу. Она вот и такая, и такая, и так себя ведет. Да уж молчала бы. Так, спокойно, молчи, женщина. Знаете, как ты живешь? Не библейская жена. Молчи как бы. Ну и так далее. Знаете, вот это можно вот массу приводить. И продолжать и продолжать. Как только мы начинаем вот так друг друга отталкивать, мы не друг друга отталкиваем. Мы отвергаем Бога и Его заботу о семье. Когда вы будете работать с семьями, когда будете с ними разговаривать, вот с чего нужно начинать. Упражнение номер один. Самое главное упражнение для семьи, которое нужно делать, но хотя бы раз в день для супругов. Если у вас есть муж-жена, то придете домой, сделайте его. Если вы живете с родителями, я имею в виду молодых еще, тех, у которых нет мужа и жены, ну хорошо бы сделать его с родителями. Потому что тоже бывает все это и состояние. Для близких людей. Для близких людей. Нужно, чтобы муж и жена повернулись друг к другу лицом и взялись за руки. Мы обычно говорим это на наших конференциях. Вот так вот надо взяться за руки. Посмотреть друг другу в глаза и с любовью сказать. Начинает муж. Сказать своей жене с любовью, ты мне не враг. А потом я говорю, а теперь вы, жены, посмотрите в глаза сидящему рядом с вами мужчине, вашему мужу, с любовью и скажите, ты мне не враг. Потому что... Сатане выгодно, чтобы мы видели друг друга врагами. Муж и жена. Он специально не видит носки, чтобы мне с утра испортить настроение. Это она нарочно и слезы пускает, и болтает без толку. Я с ней говорил об этом, а она продолжает это делать. Это он специально морщится, когда ест мой суп, чтобы мне сделать больно. Вот я ее просил вчера за это, а она сегодня опять так поступает. Это она нарочно. Сатане выгодно разрушить вот этот фундамент, образ Божий. Ему выгодно, чтобы мы видели друг друга врагами, муж и жена. Поэтому почаще говорите друг другу вот эти слова. Ты мне не враг. Особенно, знаете, когда это помогает? Когда вот эмоции кипят, и хочется сказать гадость. Раз, рот. И сказать, вот даже сейчас ты мне не враг. Вот даже сейчас я тебя люблю. Даже такую я тебя люблю. И даже такого я тебя люблю. Потому что ты мне не враг. Вы знаете, работает на все сто. Упражнение номер один называется «Ты мне не враг». У нас будут еще некоторые. Мы будем вам говорить некоторые практические упражнения, но это первое. Приглашаем вас принять участие в глобальном проекте по распространению Евангелия и расширению библейского образования. От нас зависит, будет ли христианское образование доступным. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете узнать на сайте 3wtvseminary.com Вот вопрос, Евгений. Вы сейчас говорили, что вы выбрасывали вместе с подарком и того, кто дарил, да? А если этот подарок через эмоции был принят, то все равно остается подарком. Это был, тел этот подарок готовил? Или ты сам забежал, схватил что-то там, что с краю было или что тебе больше показалось? И вы теперь с этим носите? Ну, вообще мы очень подробно об этом будем говорить, когда будем разбирать молодежные проблемы, отношение полов до брака. То есть хватаем мы это все или определяем Божью волю, да, что делать потом. Но могу вот сейчас, чтобы коротко сказать, что если вы уже женаты, муж и жена, вот в какой момент Бог благословляет, соединяет муж и жену? До того, как парень с девушкой поженились? Или в момент свадьбы он соединяет их? Или в момент славяния в церкви? Вообще эти логические вопросы... Как только вы поженились, все, вы муж и жена, и Бог вас соединил. Но теперь просто вам нужно... Столько вам придется пройти. Даже если вы вы муж и швалили. Столько шишек наломать. Вы вспомните хотя бы бытие. Помните? Ведь, в общем-то, нельзя говорить, что вот братья там бросили Иосифа из добрых побуждений. Ну, может быть, они считают, что они правы, избавились от этого сыночка, да? Но это было не добро, а зло. И это зло Господь обратил в добро. Но не просто так. А через такие страдания, через которые прошли и братья, и их отец, и Иосиф. С другой стороны, как хотел... Сколько эмоций было у Иакова, чтобы получить Рахиль? Помните? Как он ее хотел получить? И столько у него было эмоций. А Господь благословил сына Ли. И от него произошел Иисус. Понимаете? То есть вот эти вот вещи... И если люди стараются что-то делать, то Господь обращается. Они очень часто непонимаемы. Знаете, очень часто как-то вот люди верующие скатывают в такое вот понятие, как помолись, и все будет хорошо. Помолись, все пройдет, да? Однажды женщина нам позвонила в эфир и говорит, вот мне там 45 лет, а у нас фирма развалилась, и вот я лишилась работы. Я хороший бухгалтер, я знаю там законы, знаю, как документацию вести. Ну, все это для меня, вот, ну, любимая моя работа. А куда не прихожу устраиваться на работу? Все говорят, ну, сколько лет? 45? Нет, все, нам таких не надо. И мы просто в эфире, вы ей проконсультировали, как писать резюме, как вот... Преподать свои навыки, свои умения, чтобы показать. На рынке труда. Это они будут счастливы, если они ее возьмут. Они нуждаются в ней, а не она в них. То есть вы просто посоветовали ей определенные фирмы, которые помогают людям писать правильное резюме, ну и так далее. То есть, ну, она поблагодарила нас. И тут после ее звонка звонит мужчина и говорит, что вы там такое говорите, там какие-то шаги предпринимать, что-то делать. Вы не духовные, надо вот молиться, и Бог по вашей молитве вам все пошлет. Я говорю, подождите, ну вот если вы едете на машине, и у вас лопнуло колесо, вы помолились и поехали дальше? Оно само надулось? Колесо надулось, и вы едете дальше? Нет, вы должны выйти, достать монтировку, там, насос этот... Ключи. Ключи там, да, снять это колесо, поставить другое. Если вы лежите на диване, вам хочется попить, у вас верстык, вы говорите, я верю, что Бог меня напоит, не вставая из дивана, он меня напоит. Но этого не произойдет. Нужно встать и налить, да, кран на кухне открыть. Бог может, конечно, сделать, да, у соседа пройдет трубу и пройдет что-то. И вы будете лежать, вам будет капать. Ну, зачем, как бы, вот таких крайностей, да, ну, зачем мне нужны эти крайности? Поэтому второе у нас правило, которое гласит следующее. Не будьте пейком с глазами. Что мы имеем в виду? То есть, вот второе правило звучит, не будьте пейком с глазами. Делайте как лучше, а Господь сделает как надо. Если вы идете, идете с молитвой, но по какой-то причине вдруг пошли не туда, но вы идете. Господь вас помолите, может развернуть. И вы пойдете в нужную. И вы пойдете в нужную и достигнете цели. Если вы просто стоите на месте и просто молитесь, у вас вот такая тыква, вера, о, но вы просто стоите и просто молитесь. Как вас ни крути, вы к цели не придете. Вы все равно стоите на месте. Вы как пенек с глазами стоите, хлоп-хлоп-хлоп, и ничего не происходит. Никакой цели не добьетесь. Поэтому вот ответ на этот вопрос. Понимаете, часто люди оперируют, то есть, ну, мы поженились в эмоциях, были глупыми, дурачками. Или по необходимости, или там были неверующие, а теперь я верующий. Да, мы хотим исправить волю Божью. Знаете, вот это вообще, мы прямо от этого просто вот выпадаем назад. Мы поторопились, а вот теперь мы чувствуем. Вот она воля Божья. Мы чувствуем, что вот воля Божья, чтобы мы развелись. Волю Божью, вот вы других себе там нашли, да, или другого. Мы говорим, вот смотри, что у вас происходит. Вы первое приняли неправильное решение в эмоциях. И сейчас вы опять в эмоциях, и опять принимаете решение. В эмоциях. И оно опять неправильное. Ну, то есть, в любом случае, просто если даже вы допустили ошибку при заключении брака, вы так считаете, Бог может исправить эту ошибку. Просто вам не надо быть пеньком с глазами. Вот женщины какие существа. Субтитры сделал DimaTorzok